НИКАК Это самая простейшая шутка. Далее, только серьёзная информация. Доброго времени суток, дамы и господа! С вами Прио, и сегодня я поговорю на самую сложную и одновременно лёгкую тему, отвечу на одновременно сложный и лёгкий вопрос, который себе задают игроки, начавшие или уже играющие какое-то время в World of Warcraft. Тема взята не просто так с потолка, тема этого видосика просто-напросто приснилась мне пару дней назад. Спал-спал, приснилась тема для видосика. Думаю, ну, если что-то приснилось, надо бы это и как-то разбить, к тому же тема довольно-таки неплохая, и люди частенько на стрим заходят, спрашивают «Максим, я вот играю в PvE, я хочу улучшить свои результаты». Или, например, «Максим, я хочу играть в PvP, что мне предстоит сделать для этого?». Знаете, всё-таки MMORPG — это игры такого формата, которые немножко берут своё начало с самого человека, с самого игрока. То есть, какими качествами владеет сам человек, такие результаты он, в принципе, и достигнет. Давайте начнём с этого и поговорим об этом. Я немножечко написал этих качеств себе в тексте документов, в блокнотик, и начнём мы, пожалуй, с упорства. Упорство — самый главный параметр, который вообще требуется в играх, который требуется в MMORPG, чтобы достичь результата, ну и чтобы быть хорошим игроком. Не имеется в виду топовым, лучшим, хорошим. Хороший — это выше среднего. Выше среднего игрок добьётся результатов. Рано или поздно он сможет достичь того, чего он хочет. Упорство может выделяться как при фарме чего-либо. То есть, например, в текущий момент введена система очков доблести, и люди, некоторые, например, не закрыли ещё пятнашечки в таймер. У них появилась дополнительная такая мотивация с целью того, чтобы закрыть все эти пятнашечки в таймер. И им откроется возможность улучшения вещей до 220-го этом левела. Для кого-то, например, кубик является топовой триней, и с недельного хранилища эти люди ни разу ещё не видели этот кубик. Им поможет упорство в фарме этого кубика. Чем больше они будут проходить донжей на сторона, тем больше вероятность того, что им выпадет этот кубик. Таким образом, упорство им просто-напросто поможет. Второй пункт — это вера в свои силы. Само собой, нужно верить в себя. Если вы будете размазнёй, если вы будете ныть по типу «Вот, у меня ничего не получается, я ничего не смогу». Ну, как бы так оно и будет, вы ничего не сможете сделать, и ничего у вас не получится. Нужно верить в то, что вы сможете сделать. Например, если вы можете сбивать косты мобу, то вы должны сбивать косты мобу, и нужно верить в то, что это у вас просто-напросто получится. Если поговорить о фарме, то есть, например, если вам нужно зафармить голдишку на жетон, вы берёте её и фармите. Нужно просто верить в то, что вы можете сделать. В играх нет чего-то нереального, просто что-то достигается тяжко, а на что-то нужно потратить время. Но все же верить в свои силы всегда нужно. Третий пункт это лидерские качества. Лидерские качества должны быть не только у РЛов и не только у офицеров в той гильзии, в которой вы находитесь. Иногда рейдовое сражение подразумевает в себе дележку на 2 группы, на 3 группы, на 4 группы. Либо нужно где-то косты кикать и все такое прочее. Я релил статиком на Дракономоре до того момента, как трансфернулся на Гордуне. То есть, понимаете, насколько это давно было, я еще не стримил, видосики не делал никакие. И, например, был босс, павшие защитники. Там был моб, который просто-напросто кастовал косты. Я ставил дамагеров, которые должны были кикать косты. И говорил им, чтобы они просто-напросто озвучивали, когда они кикают каст. Человек без каких-либо лидерских качеств даже постесняется озвучить то, что он сбил каст. Или постесняется сказать то, что сбивай следующий. Но еще самое главное, не перегибать в этом плане. РЛ, он есть РЛ. Слово «поперек» ему говорить нельзя. Но свою позицию высказать можно. И свое какое-то замечание в бою вставить можно, если оно не мешает освоению, скажем так. Четвертый пункт – это терпение. К нему же можно сопоставить стрессоустойчивость и вайпоустойчивость. Если вы осваиваете какого-то босса, ну уж будьте добры, отсидите эти 3 часа рейдового времени. А потом отдыхайте, сколько вам влезет до следующего РТ, до следующего назначенного рейда. Просто-напросто. Но, опять же, например, вайпаться на тех боссах, где уже много раз было сделано убийство этого босса, ну, такое себе. Или, например, вы приходите в какой-то старый контент ради того, чтобы просто-напросто зафармить что-либо, а люди не могут нажать 1, 2, 3. Ну, знаете, тут даже самый терпеливый человек немножко будет вспыльчив. Но, опять же, нужно держать себя в руках. Пятый пункт – это ответственность. К этому же пункту можно отнести порядочность и честность. Иногда при освоении боссов происходят такие моменты, то что, например, вы что-то не успели сделать, или вы где-то не поставили какой-то сейв. Но в этом нету ничего такого плохого. И если, например, вас просто-напросто спросят то, что почему вы это не сделали, но ответьте честно то, что я не успел или я забыл. Получите люлей, ну, значит, так тому и быть, если, например, это происходит систематически. Но если вы, например, не справились с этой механикой всего лишь разочек, я не думаю, что в вашу сторону будет какая-то агрессия или что-то типа такого. В этом нет ничего плохого, если вы ошиблись разочек. Ну, если это происходит 20 разочков на протяжении всех 20 пулов, то это, конечно, грустно. Стоит задуматься о том, что нужно просто играть со средоточением. Шестой пункт — усидчивость. Он немножко переплетается с прошлым пунктом, потому что я уже сказал то, что нужно играть со средоточением, нужно играть внимательнее. Само собой, чем усидчивее вы будете играть, чем более усидчивым игроком вы будете, тем больше какого-то прогресса вы добьетесь. Например, если вы занимаетесь каким-то соло-контентом, то чем больше ваша усидчивость, тем больше вы получите, например, какой-нибудь голдишки, валюты, тем быстрее вы закроете какой-либо соло-контент, тем лучше вы будете показывать себя на каких-либо боссах. Пвп вам будет проще. Усидчивость — хороший параметр, который никому не помешает. Умение общаться, а также выражать свои мысли. Нередко возникают такие моменты, то что люди не понимают друг друга. По причине того, что кто-то называет какую-то способность по-своему, у кого-то свое понимание игры, кто-то видит этот рейдовый бой по-своему, и все такое прочее. Умение общаться поможет просто-напросто найти общий язык, поможет осознать механику боя, механику класса, и поможет просто-напросто правильно задать свой вопрос. Человек, который не умеет общаться, задаст вопрос неправильно, тем самым получит неправильный ответ. Или мне еще знаете, как нравится? Люди задают вопрос в чатике Твича, а тебе приходится за них еще додумывать этот вопрос, потому что они написали какую-то вообще ахинею полнейшую, либо написали всего лишь половинку вопроса. Нужно уметь общаться. Это факт. Следующий пункт – отсутствие токсичности. Знаете, на текущий момент люди злые, ругают друг друга, ненавидят друг друга. Нужно быть добрее, милее к окружающим и не ругать их за их ошибки. Кто мы такие, чтобы насмехаться над другими людьми? Правильно? Правильно. Все должно быть радужно, цветочно и замечательно. Замечательно в этой игре и не только. Следующий пункт, о котором хочется поговорить – это знание классов. Знать классы всегда полезно. Будучи RL-ом, вы будете понимать, кто какой сейф может поставить, какое кд у него. То есть, например, в дополнение Shadowlands рыцарем смерти ДК дали зону антимагии. Замечательный сейф, который действует на определенную область, который действует 10 секунд, ну там с проводничком побольше. И гасит просто-напросто 20% получаемого магического урона. Чем обширнее ваше знание классов, тем лучше вы можете составить какой-либо рейд. В тот момент, например, когда вы собираете какой-либо рандом рейд, вы тоже можете на это опираться. Например, если вам нужен какой-то дамаг с ранжового кемпа. То есть, например, если бой слишком подвижный, вам нужно набрать ранжей, само собой, и набрать желательно лучше те классы, которые реально дамагают на текущий момент. Дамагают лишь потому, что так захотели разработчики. Все-таки нажимать 1, 2, 3 кнопки умеют все, но некоторым классам просто урезали некоторые кнопочки, и некоторые классы показывают себя хуже, чем другие. Ну и, само собой, некоторые рейдовые сражения подразбивают собой малое количество миллидамагеров, или, наоборот, большое. Также, если рассмотреть пвп, то знание классов очень сильно помогает в этом плане. К примеру, если знать о том, что у шамана, у жреца есть отталкивание, то вы будете реже улетать с окобури. Следующий пункт — умение быстро переучиваться. Скажем так, общий пункт, который везде-везде поможет, он может быть связан с сменой класса или роли. Например, если вы играли долгое время в танковской роли, и вам приходится играть в текущий момент в дамагерской роли, как у меня, например, все получилось, то умение быстро переучиваться вам поможет в этом плане. То есть у меня, по-моему, ушло пару-тройку дней на то, чтобы из Блада перейти в Анхолика и все понять. А в конце Легиона я еще и на Фрасте играл, просто жал все, что светится, и в целом-то дамаг был хороший. Так что умение быстро переучиваться, например, при смене класса, в тот момент, пока вы будете прокачиваться, вы уже, в принципе, поймете основную ротацию. Но на текущий момент еще к тому же имеются различные гайды, текстовые гайды, статейки, и можно по ним очень много изучить информации. Так что если вы будете быстро переучиваться, если вы будете понимать, что происходит в каком-либо бою, и что от вас требуется, то вы будете хорошим игроком. Последний пункт, который относится к личным качествам человека и который мне подсказал один мой интернет-знакомый, это умение подстраиваться под окружающую действительность. Я сразу спросил, что в него входит, как его расшифровать, на что был получен ответ, ну, например, смена гильдии. И ведь так задуматься, правда, смена гильдии, то есть что такое гильдия? Это люди, с которыми вы ходите в рейды, в ключи, возможно, в пвп, и, возможно, еще мифик плюсы. Все-таки мифик плюсы, пвп, рбг, кто-то любит ходить с рандомами, у кого-то уже есть какие-то группы. Но в основном гильдии ходят в какие-либо рейдики, в гильдиях есть статики для таких походов. И то есть вы осваиваете боссов, и вам нужно подстраиваться по этой действительности, то есть знать, как люди общаются друг с другом, чтобы, например, поддержать диалог в какой-то момент, или, например, вообще молчать, потому что, к примеру, говорит только РЛ, РЛ тут закон, существуют разные статики, существуют разные гильдии, и нужно уметь подстраиваться под окружающую действительность. Теперь, когда мы разобрались с личными качествами, я скажу итоговую мысль, которая плавно перейдет в заключение. Хорошим игроком в целом может быть любой игрок. World of Warcraft это не такая сложная игра с целью того, чтобы выдавать в ней какой-то немыслимый результат. Само собой, если вы рветесь в какие-то топы, хотите, например, иметь топовые очки Raider.io, вам нужно проходить высочайшие ключи. С целью того, чтобы проходить высочайшие ключи, вам потребуется item level, вам потребуется группа, ну и, пожалуй, некоторые качества, которые были перечислены ранее. Упорство, терпение, стрессоустойчивость. Также умение общаться, потому что группа из пяти человек, само собой, будет общаться. Ну и лидерские качества также не помешают, потому что кикать косты вам придется стопроцентно, ну а также говорить о том, то что вы это сделали, и где-то, быть может, поставить просто-напросто порядок кика костов. Также, что еще хочется сказать, если вы хотите улучшить свои результаты, то не стесняйтесь общаться с другими игроками, которые играют на таком же классе, такой же специализации. Чем больше вы будете с ними общаться, тем больше вы будете понимать свой класс, и, быть может, узнаете что-то новое. Для этого есть дискорды, для этого есть стримы, для этого есть текстовые гайды, видеогайды. На текущий момент имеется абсолютно все. В 2021 году узнать о своем классе всю информацию является простейшим делом. Это не 2004-й, когда информации вообще, в принципе, никакой не было. Стоит это понимать. Далее, если вы нацелены играть PvP, то, конечно, знание классов поможет в этом деле. И многие люди на текущий момент немножко презирают систему PvP, то, что PvP-вещи сопоставимы по item-левелу с PvE-вещами, и, например, нам приходится играть PvP с целью того, чтобы одеться. Да, это правда. Если вы хотите одеться с PvP, то не стесняйтесь ходить в рейтинговые поля боя, не стесняйтесь общаться с игроками, и просто-напросто вы улучшите свои показатели в PvP, вы получите вещицы, таким образом вы улучшите свои параметры в PvE, вы сможете больше давать демеджа, вы будете играть более лучше, вы будете давать больше демеджа, больше будете исцелять, играя на хиле, меньше будете получать урона на танке. Вы будете повышать свой уровень предметов, вы будете приходить просто-напросто в самые лучшие рейды в дальнейшем, самые качественные. Вот. Быть может, найдете какой-то статик, и там станете хорошим, а быть может, даже лучшим игроком. Самое главное — упорство, упорство и терпение. Чем больше вы будете что-либо делать в этой игре, тем больше вероятности того, то, что вас заметят, тем больше вероятности того, что вы будете улучшать свои результаты. Ну и просто-напросто нужно все делать небездумно, прожимать кнопочки, как это нужно, нажимать их так, как нужно, и понимать вообще, что вы делаете в этой игре. Если вы хотите в ней совершенствоваться, вы в ней совершенствуетесь. Если вы играете в нее ради сбора питомцев, то даже в этом деле можно стать хорошим игроком, а даже лучшим, собрав всех питомцев по 3 штучки, улучшив их максимально и прокачав. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!